Открытый клубок Ленинского района по карате проводится уже не первый год и с каждым разом число участников только растет. На днях во дворце спорта «Видное» состоялись очередные соревнования. В боевых сражениях на выбывание приняли участие почти 600 спортсменов, приехавших побороться за награды не только из столичных и подмосковных клубов, но и из других регионов страны, рассказывает наш корреспондент Татьяна Акимова. Воскресенск, Клин, Щелково, Тула, Орел – такова география участников открытого клубка Ленинского района по карате. Соревнования на кубок традиционно проводятся в двух техниках восточного единоборства. Самые юные участники состязания получали баллы за выполнение техники кота – бой с воображаемыми противниками. Они демонстрировали основные приемы карате – упражнения чистой формы, блоки удара руками и ногами. Ребята старшего возраста могли показать себя как в кота, так и в пумите, где атакующие оборонительные приемы находят свое практическое воплощение. Чем наш вид хороший в КФ? Что касание в голову запрещено до определенного возраста, чтобы не было травматизма, что спортсмен мог подготовиться уже 18 лет, работать в полную силу. Адреналин, буря эмоций, накал страстей. Кто больше переживал за результат боя – тренеры, родители или сами участники – сказать трудно. Очень волнуюсь, вся переживаю. Руки-ноги трясутся. Болеем за своего родной чада. Кстати, самым маленьким спортсменом, вышедшим на татами по 5-6 лет, что является не совсем обычным для соревнований такого уровня. И, честно говоря, я это вижу впервые здесь. Это неплохой опыт, и можно даже опыт позаимствовать в соревнованиях, что у нас в регионе. Участниками престижного турнира наравне с мальчиками и юношами стали девочки и девушки. Среди них и Настя Минкина, воспитанница с Дюшор Олимп, призер европейских соревнований. Ну, районные соревнования, например, Ленинского района, это как бы толчок идёт. Сначала Ленинского района, потом первенство Москвы, потом Москва и Россия. Это вот идёт как бы небольшой толчок к более высоким соревнованиям, более серьёзным титулам. Всего в этот день в спортивных баталиях закупки и медалей сошлись 583 спортсмена. Это стало ещё одним подтверждением тому, что массовый спорт в Ленинском районе при поддержке местной администрации активно развивается. Нас радует сегодня другой. Очень много стало неравнодушных жителей, людей. Очень много. Люди сами, родители, приходят и инициируют какую-то идею, проекты. Мы бы этому рады на самом деле. С таким общим подходом к делу воспитания детей и молодёжи можно быть уверенным. Подрастающее поколение будет не только любить спорт и физическую культуру, но станет физически здоровым и морально крепким. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.